Всем привет! Вы на канале ТупАрмия. Россия и США являются лидерами в сфере роботизированной военной техники. Возможности футуристических машин оценили индийские эксперты. Аналитиков из Индии заинтересовало недавнее сообщение о том, что в российской армии появится первое подразделение, в состав которого войдут роботизированные ударные комплексы Уран-9. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время визита на предприятия, где разрабатываются и производятся такие виды военной техники. В новое подразделение планируется поставить пять роботов. Каждый комплекс состоит из пункта управления на базе автомобиля КАМАЗ и четырех боевых машин. Кроме того, российские военные намерены создать экспериментальный центр, где личный персонал будет обучаться эксплуатации роботизированных машин Уран-9, добавили авторы статьи. Россия готова к дистанционной наземной атаке с помощью наземных роботов, пишут аналитики индийского СМИ. Уран-9 — это дистанционно управляемая боевая машина, которая относится к семейству наземных и ударных беспилотников. Российские роботы будут представлять серьезную опасность для бронетехники противника. Они способны атаковать вражеские цели на значительном расстоянии. Уран-9 обладает внушительным боевым арсеналом, куда входит 30-мм автоматическая пушка, противотанковая управляемая ракета-атака и реактивный огнемет-шмель. Помимо ударного робота, в линейку беспилотных военных комплексов Уран входит еще два вида машин — робот-сапер Уран-6 и дрон для пожаротушения Уран-14. Индийские аналитики подчеркнули, что Москва успешно отстаивает и другие роботизированные технологии. В частности, авторы Евро-Азия Таймс вспомнили об уникальных маневрах, проведенных в декабре прошлого года в подмосковном парке «Патриот». В них участвовали роботы-солдаты, дистанционно управляемые в мишени с функцией искусственного интеллекта. Государственная программа вооружения Российской Федерации ориентирована на интеллектуальные системы. В этой сфере главным соперником России являются Соединенные Штаты. Вашингтон остается одним из лидеров в сфере современных методов ведения войны с использованием технологий искусственного интеллекта, констатируют индийские обозреватели. Новая доктрина США ставит во главу угла стратегию разработки роботизированных систем. Армия США разрабатывает целый ряд беспилотных наземных машин, но задействовать их в боевых условиях, по словам американских военных чиновников, будут медленно и осторожно, говорится в статье. Индийские обозреватели приводят слова военных экспертов, которые считают, что возможности беспилотной техники позволят в будущем изменить правила игры на поле боя. А на этом все. Вы были на канале Топарми. Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok